Добрый день! Добрый день! Всех образовательных реформ, которые проводились при Владимире Михайловиче Филиппове, и картинки, которые Франц Эдмундович показывал и про реформу общего образования, и высшие школы, были очень полезны для принятия управленческих решений. Дискусанты у нас Марина Александровна Пинская и Павел Владимирович Деркачев. И, коллеги, кто у нас в первый раз, напоминаю, докладчик 50 минут, потом вопросы на понимание, потом дискуссанты 5-7 минут, а потом свободный обмен мнениями. И в конце Франц Эдмундович получит несколько минут для обратной связи. И, коллеги, просьба, кто готов пожертвовать очками 2, плюс 2, 2,5, докладчику? Забыл? Глазки дома. Есть такие, у кого... О, спасибо. Спасибо большое. Видите, вот... Так, спасибо. И вперед, Франц Эдмундович. Сейчас все. Просто потому, что этот вопрос не научный, а сугубо практический. То есть, данные цифры, если бы мы хотели по ним дискутировать, это бы было равнозначно дискутировать, скажем, о статистике Росстата. Есть то, что есть. А вот почему... Так, а это другой вопрос. Но это уже вопрос не собственного исследования или результата исследования, а вопрос уже социальной политики. Это чтобы направить, наверное, ваше внимание на проблематичность вопроса. Второе. Видимо, у вас в повестке дня оказался этот вопрос, потому что он, в принципе, привлек внимание общественного мнения своей дискуссионностью. Я вам скажу откровенно, лично я удивился, почему он, в принципе, возник. Потому что там ничего неожиданного не было, все это было известно. Ну, раз уже возник и дискутируют, ну, давайте попытаемся ответить на вопрос, почему так произошло, почему у нас школы, если стали не в изгоях, то о них немножко забыли. И, скорее, не школы, а учителя. Вот. Несмотря... Ну, независимо от того, что я вам буду говорить о результатах исследования, мы проводили исследование в прошлом году, в мае и в декабре, соответственно. Это 5 тысяч учителей. Директора школ во время исследования, директора школ после исследования, когда мы уже увидели проблему, чтобы спросить, как они относятся к этим проблемам. Значит, это и анкеты, и хронометраж в апреле в течение двух недель, круглосуточный. Учителя заполняли две недели, чтобы взвесить данные, они были устойчивы. Мы их потом сложили все на одну неделю и в среднем рассчитали. Вот такие источники информации. Ну, 5 тысяч, мнение 5 тысяч учителей, это приличное мнение, конечно, по статистической значимости. Ну, я бы хотел, наверное, тем не менее, учитывая характер аудитории, начать немножечко с теории, чтобы подчеркнуть важность вопроса с этической точки зрения. Вот. Я постараюсь вам максимально все рассказать на картинках, чтобы и было наглядно, быстрее усваивается информация, и много времени не занимать. Ну, вот, так, сейчас только нажму, где у меня там первое было. А, все, нашел. Общая модель социализации, да, то есть до конца жизни человек социализируется и самореализуется до времени. Ну, все меньше социализируется, больше самореализуется. И там идет вот этот стержень большой, он идет не по прямой линии между социализацией и самореализацией, а идет вот такая круговерь. Крутится, крутится одно в другое. Ну, и как это происходит? Что это такое? Крутится эта структурированная личность. Смотрим, с одной стороны общество, с другой стороны личность. Причем личность головой повернута вниз. И вот идут две стрелки. Ну, вот, смотрим. Одна стрелка из идеологии, это мы называем все, включая образование и так далее, и так далее, идет как бы к голове индивида мировосприятия. И тут начинается формирование. Почему это важно, формирование именно учесть на стадии школы? Потому что идет генетическое становление детей. И там воспринимается как бы подсознательно все, что будет на второй стадии потом мотивирующей основой поведения. То есть в референтной группе. После этого скажем. И определит способ потребления. И отсюда обратно производство. Как потребляют, чего потребляют, то и производим. Так, соответственно, отсюда распределительные отношения и идеология. То есть, как мы начинаем формировать ребенка в школе, так и получится все общество. Ну, и согласно концепции МИДа и многих других, личность, она многомерная. И в зависимости от того, что мы туда вложили, какие ценностные ориентации, идеологию, так она включится в референтные группы и столько мерной она будет. Если мы будем формировать только землекопа, ну, у него будет референтная группа семья, коллективы и друзья у пивной. И вся личность закончилась. Это насчет социальной структуры. Поэтому, если мы хотим через школу формировать быдло, мы его сформируем, без всякого сомнения. Если хотим формировать интеллектуально развитую личность, мы ее тоже сформируем. И именно по поводу отношения к интеллектуальному формированию личности, я помню, читал книгу австрийского писателя Франца Верфеля. Давно, еще в школьные годы, «40 дней Мусадага», это когда был турецкий геноцид в Сирии. Мусадаг, гора. И они знали, что окружившие их турки большинство убьют, зарежут. Но старики, собрав круг детей на песке, их учили читать. Это в таких условиях. Что такое ценность образования и духовного становления человека? Ну, это что касается значимости с точки зрения формирования личности. А сейчас давайте обратимся к той ситуации, которая у нас сложилась со школой. Разговор вроде бы о заработной плате учителей. На самом деле это не так. Речь не только о заработной плате. А ситуация более сложная, которую я вам и хочу раскрыть. Первое. Это, собственно, загруженность учителей. Мы привыкли все к тому, что человек работает с 9 до 6 и так далее. И вот это считается нормой. Выполнив эту норму, человек прекращает работу. Учителей так не получается. На самом деле вы можете видеть на этой картинке, что, если я вам скажу, по среднему показателю, получается примерно 1,3. То есть примерно в среднем учителя перегружены на 30%. Потом я скажу, почему и что из этого вытекает. Извините, пожалуйста, какого года это данные? Данные, так по зарплате, ну декабря прошлого года. И еще хочу вам подчеркнуть. Я от себя ничего не говорю. Я говорю словами учителей и директоров школ. Вот этих 5 тысяч учителей и, соответственно, директоров школ, которые высказали свое мнение об общении. Я еще раз подчеркиваю, можно взять данные Росстата и начинать по ним философствовать. А ничего от этого оттуда не пристекает. Интерпретировать можно с учетом своих интересов использовать. Но факт есть факт. Правильно ли я понимаю, извините, что это данные опроса, которые вы представляете, да? Данные опроса заказанное правительством. И проверенное правительством, и читавшееся там, и так далее. Вот. Ну, поэтому, суть, ну, не в данных суть. В чем суть, мы подойдем к этому немножко попозже. Просто я сейчас характеризую то, о чем говорят учителя. Как они характеризовали, соответственно, свою нагрузку и так далее. Плюс, все-таки, 5 тысяч учителей, когда характеризуют свою деятельность по хронометражу, по минутам в течение суток, в течение двух недель. Это устойчивые данные по всей стране. То есть, по выборке по всей стране, это устойчивые данные. Так что, у меня нет оснований не доверять учителям. Это что касается загруженности. Что получается из этой загруженности. Причем, насколько загружен учитель, так он устает психологически, так он устает физически. И такой результат тогда его деятельности на уроках. Вот. Вот мы получаем зависимость от уроков. Да, я должен сказать, что по нашим замерам средняя загрузка получилась. Только я хочу подчеркнуть, что в среднем за год, там, наверное, норма по загруженности. Мы брали апрель для примера. Ну, уже результат ли неэффективной деятельности учителей, то, что они, что нормирование их труда нарушено, это уже другое дело. Сам факт деструктивности воспитательного процесса, ну, налицо. Пусть это будет в апреле, в феврале или там потом. Вы видите, получается загруженность так, от 20 до 36 уроков, это я беру апрель, на апреле была загруженность, от 20 до 36 уроков в день. Ну, мы видим, что если 4 урока, это где-то 18 норм, где-то 20 уроков в неделю, это как бы нормально. А уже на пятом, на шестом уроке начинается физическая усталость. Доля учителей, которые чувствуют серьезную физическую усталость или физический износ, после где-то к пятому, шестому уроку, мы видим, 30, потом 50, то есть каждый второй фактически. Каждый второй уже физический устал. Давайте перейдем на возрастную структуру. Наиболее большая физическая усталость, вот эта коричневая, наиболее темный свет. И он идет туда, к старшему поколению. Ну, не выдерживают они так много. Опять та же самая история, где-то начиная после 50 лет, им работать уже с такой нагрузкой просто тяжело. Это их собственная оценка. Перейдем к психологической усталости. Так, ну, ситуация там темная, близко к истерии, озлобленности и так далее, раздраженность. Оно в меньшей степени, чем физическая усталость, но та же самая история. Примерно начиная с четвертого урока уже начинаются проблемы. Ну, я попутно скажу, что перегруз, в основном, в первую очередь, это с учителями пения, рисования и так далее, так далее. Те, кто стараются в нескольких местах преподавать, бегают сюда туда, и тогда сводят как бы так. Так, в одной школе сразу прочитал за 2-3 дня, по максимуму, вплоть до 8 уроков, и побежал в другое место. Ну, есть такая ситуация. Ну, факт усталости есть факт усталости. Ну, и, соответственно, видите, психологическое тут меньше. Если там было 50% физической усталости, то психологическое где-то 18%. Что из этого следует? А из этого следует то, что в таком ритме проводить педагогический процесс невозможно. Можно отчитать уроки, и на этом все заканчивается. Это не единственная проблема, которая приводит к выводу, что идет отчитка, но не педагогический процесс. Когда мы спрашиваем директоров, сколько оптимальных классов надо, чтобы была нагрузка на учителя, и сколько учащихся для того, чтобы он мог осуществлять с ними нормальную педагогическую коммуникацию. Но он говорит, ну, лучше, в общем, не более трех классов, 60-65 учащихся. Получается, в среднем 8 классов, в среднем учащихся 160 человек. Здесь есть такие группы учителей, у которых более 200 учащихся, непосредственный контакт в течение года. Я не знаю, как учитель запоминает имена. Такого количества учащихся. А плюс еще работать с ними по воспитанию. Все-таки в школе мы предполагаем, особенно вот нынешний министр, он оставит акцент на воспитательном процессе. Не знаю, как это будет осуществляться при такой нагрузке. И следующая проблема после нагрузки – это выполнение видов работ, которые не связаны непосредственно с педагогическими процессами, не относятся к профессии учителя. Это можно посмотреть в таблице, вот те виды работ, которые они выполняют. Вот я вам здесь просто скажу, что вот этот последний столбец – это итоги опроса директоров. Должны ли учителя выполнять работу по уборке, по вспашке огорода в школе, по участию в выборах, агитации и так далее. Ну вот видите, кроме участия в уборке, тут треть директоров говорит, что должны, а по всем остальным все 100% говорят, что должны. А где-то предписано, что они должны это делать. Но дома, вне всякого осомнения, и тут нет никакого демократизма. Здесь есть унижение профессии учителя. Все знают, что учитель, конечно, дома убирается. Нет надобности это снова демонстрировать в школе. Ну ни за что платить, не хватает уроков. Это не проблема учителя. И тогда получается просто директивность, похожая на феодализм в управлении школой. То есть, с одной стороны, директора признают нормированность труда учителя, а с другой стороны, считают, что обязан делать то, что хочет. Ну вот, что они делают. Здесь есть данные. Я не буду перечислять еще виды других работ, я потом скажу, где можно все прочитать, познакомиться. Уборка класса, 65% учителей этим занимаются. Уборка территории тоже самое. Иные хозяйственные работы. Ну, видимо, в сельской местности, районных городах у нас данные эти есть. Просто мы проводим до 40 исследований в год. Я все не держу в голове, поэтому не буду перечислять. Вот. Участие в административных отчетностях. То же самое, выборы и так далее. Выборы. Говорили же, что не надо втягивать школу в идеологию. Но и это не самая основная проблема. Это нагрузка. Но кроме нагрузки и то, что работают не по профессии... Ну, вот сейчас мы посмотрим. Вот смотрите. Доля учителей с различным стажем работы, педагогической работы, которым приходилось выполнять работы по основанию, не по профилю педагога. Вот доходит до 70%. Ну, все категории. Начиная с молодняка, каждый второй учитель и так далее. И пошло. Вторая проблема заключается в том, что большинство этих работ выполняется на общественных началах. То есть им не платят. Вот их оценка. То есть в среднем, говорят, им оплачивают эту работу где-то на 35%. А если взять общий показатель по отношению директоров, то 97,5% директоров допускают, чтобы учитель в случае производственной необходимости по поручению дирекции школы выполнял вот такие виды работ всякие. Под домотеполов и так далее. По-моему, тут примерно вот такое мнение, если его немножко растянуть. Кроме того, 29% учителей, то есть почти 30% учителей говорят, что их постоянно отзывают до срочной отпуска. Опять-таки подготовка, ну, с мотивацией подготовка к учебному году, еще там что-то забыли, по бюрократической документации подготовить. Надо где-то кому-то помочь. Ну, то же самое в выборах или в чем-то другом. В общем, с различной мотивацией просто отзывают из отпуска. Но это уже прямое нарушение трудового законодательства. Ну, и мнение директоров, допустим ли досрочный отпуск. Я подчеркиваю сейчас, это трудовое законодательство. Ну, допустимо, в чрезвычайных условиях, да, 72% говорят, допустимо всегда. Ну, как чрезвычайных, не чрезвычайных, там не бывает. Допустимо. Вот. Вообще все 100% считают, что в целом допустимо. Ну, и кто им давал право нарушать трудовое законодательство? Ну, и давайте рассмотрим наиболее сложный вопрос. Наиболее сложный вопрос, связанный с заработной платой учителей, потому что это подведет нас потом к тому, почему создалась данная проблема. Согласно данным Росстата, средняя заработная плата учителей 26 760 рублей. Это по состоянию на прошлый год. При среднем, как я говорил, получается 1,3 ставки по стране. Ну, начнем с того, что это... Ну, Росстат лукавит. С этого можно начать. Лукавит почему? Потому что Росстат не объясняет, что давая вот эти цифры по учителям, что они имеют в виду. Я понимаю, ну, заработок имеет в виду, ну, хорошо, заработок, не всякого сомнения. Но просто у людей сразу ассоциация с тем, что заработок, в смысле, учитель работает на ставку и получает эти 26 там с чем-то рублей. Но если учесть, что нагрузка в среднем-то 1,3, то есть на 30%, тогда надо вычитать из этого, чтобы дойти до полной ставки, и надо вычесть 6 лишним тысяч рублей. И мы получим тогда не 26 тысяч 700, а только 20 тысяч 500 рублей. А это реальная заработная плата учителя. На одну ставку, среднюю, я имею в виду среднюю Москву, тут другие показатели. Поэтому начнем с того, что уже того показателя, о котором говорит Росстат, нету, именно потому нету, что они говорят о нагрузке в 130%, а не 100%. Ну, из чего состоит заработная плата, здесь есть приведены данные по оценке самих же учителей, они перечислили, что, сколько они получают и так далее. То есть, там как бы базовая 25,5 тысяч и 7700, это все возможные доплаты, но подчеркиваю это с учетом той нагрузки, которую не по факту выполняют, то есть в среднем 130%. Я вам еще перечислю некоторые моменты, на которые были жалобы учителей, насколько им недоплачивают, а потом перейду к объяснению причин, почему сложилась такая ситуация, и почему вдруг оказалось, что те, кто отвечает за этот вопрос, ну, и от имени правительства, как бы делали, делали, во всяком случае, как их спрашивали, делали вид, что понятия не имели и понятия не имеют. Это примерно там получилось, как с, был такой, когда-то вот этот Мавродий, МММ. Государство решало задачу уменьшения инфляции и изъятия лишних денег у населения. Ну, так потом обвинили во всем Мавродий и МММ, хотя государство же им выдавало лицензии на эту деятельность. Старый прием американский еще, начало прошлого века. Знаете, это классное руководство, это я сам удивился. Говорят, где-то на 45% примерно им оплачивают. Как невозможно полностью оплатить классное руководство, понятия не имею. Работа с группой определенного дня, та же самая история. Ну, можно не оплатить, если там в селе или где-то нет денег, конечно, но это все-таки 45% среднероссийская ситуация. Работа с детьми из социально неблагополучных семей. Ну, а на 25% оплата, на 75% не оплачивают. Вот этот вопрос мы изучали года три назад отдельно. Именно работу и оплату труда, действительно ситуация такова. Но нет денег не предусмотрено. Или предусмотрено их просто нет. Вот, значит, не могут оплатить. Даже выполняя работу сверх нормы по основному месту, могут оплатить только на 40%. Ну, не именно из-за этого они жалуются. Но, хорошо, я вам скажу, что из этого получается, какого жизненный уровень учителей, какова самооценка и, соответственно, престижа профессии учителя. Но сначала давайте мы попробуем вникнуть, что же получилось в действительности. Повышение зарплаты началось в 2010 году. Давайте посмотрим демографическую ситуацию в это время. Я разбил на две части демографическую ситуацию, чтобы графики не слились. Значит, первая часть. Вот, мы делаем прогнозы обычно до 30-го года и так далее, поэтому ведем статистику и фактическую. Вот, здесь видно прием в первый класс, как изменялась численность принятых в первый класс и численность педагогов. Начиная с 2010 года, видите, прием в первый класс увеличился, я вам сейчас скажу, на сколько, на 105 тысяч человек. То есть, причем в сумме, если мы берем до 2015 года, до этого увеличение на 556 тысяч человек. Такая масса пришла еще дополнительно в школу. А численность педагогов уменьшается. В целом, учащихся в школе тоже увеличение в целом на 5% численности, а в педагоге тот же график тоже уменьшается. По логике, что надо было бы делать? Значит, это 556 тысяч человек плюс в школе, это где-то 56 тысяч учителей дополнительно. Если берем норму, там 10 учащихся на одного учителя. Значит, это обозначает, что надо было бы выделить еще 19 миллиардов рублей дополнительно в год. Ну, может быть, и можно, конечно, выделить эти деньги, я не знаю, можно было или нельзя было выделить, но сопоставление данных по учителям, что оказалось, что средняя зарплата и вот этот рост, он на самом деле отражает рост нагрузки, то есть наличие нагрузки 130%. Я делаю, конечно, вывод о том, что чтобы не брать плюс еще 56 тысяч учителей дополнительно, и после этого всем скопом повышать, это приличная сумма, решили проще. Взяли, сделали повышение через увеличение нагрузки. Вроде бы и зарплату повысили, и тогда эти же учителя, которые работали, своим штатом покрыли то количество учащихся, которое было, то есть, которое увеличилось, вот этот рост, двух зайцев, одним маком. Ну, хорошо, учителя не жалуются, давайте работу, главное бы платили. Но что получилось после этого? После этого получилось так, мы смотрели средний эквивалент, значит, в 2010 году учителей зарплата была 450 долларов. В 2014 году эквивалент уже превратился 570 долларов. А потом в ноябре рубль рухнул на 100 процентов, и зарплата вернулась обратно на 450 долларов, то есть к уровню 2010 года. А нагрузка-то осталась? И как сейчас эту нагрузку снять? С учителя, если там, скажем, я не знаю, сколько платят за урок, но для примера, если один урок стоит 300 рублей, он тогда стоит 300 рублей, и сейчас стоит, и в 2014 году стоит 300 рублей, и директор больше платить не может. Значит, а учесть, что, мол, рубль упал в два раза, ну, тоже этого не может. И выходит так, что номинал его консервирует, он может платить только то, что есть. Ну, вот он и платит то, что есть, но реальная стоимость этих денег иная, и нагрузка осталась. Вот тут начались как раз проблемы и недовольство учителей. Абсурд получился. Вместо роста заработной платы они получили рост нагрузки. При той же заработной плате по реальной стоимости. Но вот я об этом, поэтому я хочу сказать, почему я и удивился, что как это сделали лицо незнающих. Как незнающих, когда сами же затеяли эту игру. Но другое дело, что когда затевали эту игру, как-то вот сэкономить за счет, то есть убить двух зайцев, оставить меньше количества учителей, и в то же время как бы повысить зарплату, они не предполагали, что в 2014 году получится вот такая огромная инфляция. Ну, хорошо, они предполагали, надо признаться, что получилась такая проблема, ее надо решать. Ну, и информация-то у них тоже была. Есть, сами заказывали. Поэтому, более того, каждый раз я беру, хотя я не специализируюсь ни в одной отрасли, я делаю просто заказные работы. Вот, только что закончили работу для Финнмана. Торпо, нелегальным потоком денег. Ну, как раз тоже я скажу. И так далее, и так далее, огромную массу. Поэтому, ну, суть не в этом, не в самих данных или в чем-то, а суть в том, что видеть не хотят. Я примерно с 2000 года издал где-то 150 книг. Они мне не нужны, мне их никто не предписывает. Просто я делаю определенную рекламу, чтобы все это информации доходило до кого-то. Я беру данные, оформляю книгу, беру из кармана деньги, издаю, иду к какому-то академику и так далее. Говорю, прочитайте, и будете соавтором. Читайте все. И я с этим академиком туда протаскиваю. Мне помогают все равно. Абсолютно не помогают. Ну, потому что, мне они не нужны, я защищаться не собираюсь и так далее. Я мне не... Ну, так как я пишу очень быстро, так скажем, две недели на одну книгу, то проблем нет. У меня 50, большая часть в соавторстве, но пишу только я, не допускаю писать, они писать не умеют. Но они имеют три титулы, да? И поэтому легче туда проталкивать и убеждать, что вот видите, какие люди говорят, что это так. Говорить говорят, а слушать не слушают. И мало того, вывешиваем на сайт, вот там висит, www.socoprognoz.ru Все материалы скатывать можно, читать можно, помощники бы могли читать. Ну, а мы не обладаем директивными полномочиями, не хотим этим заниматься, и поэтому на нас это все и заканчивается. Что получается тогда с жизненными условиями учителей? Вот. Ну, конечно, инфляция рубля, она сказалась на жизненных условиях учителей, они вот отметили, ну, где-то на 10%, как бы они и так-то жили не очень богато по возможностям, то есть от зарплаты до зарплаты, если возьмем позицию, и еле сводят там концы с концами, ну, их не очень много. В сумме они дают скажем, 13-й, 14-й год 44%, это до инфляции, ну, и, а через год уже после инфляции уже 57% учителей отметили, что живут бедно, но у них выходят где-то в среднем доходе одного человека в семье 21-й, это с доходом мужа и так далее. вот, ну, ну, если у нас пенсии 10 тысяч рублей, то 20 тысяч рублей вообще-то крупные деньги, если пенсионер может на 10 тысяч прожить, лично я так считаю. но они, они тем не менее жалуются, да, и тогда что мы получаем с социальным статусом? Вот мы, это самооценка социального статуса учителей и материального положения, конечно, не коррелирует, мы же в капитализме, ну, не знаю, развивающемся или уже расцветшем, но в капитализме, и, значит, человек идентифицируется с деньгами, сколько денег, то он и есть, и так он может себе позволить жить. Ну, вот, они по 10-бальной шкале, вы видите, там, получается, более 5, просто ниже 5 баллов, туда вниз, в этой бутылке, ну, и раз нет денег, то такой же и статус, тоже вниз. Ну, и каков престиж тогда учителя, работы учителя и профессии учителя, если они сами себя так оценивают, то, видимо, они соотносят свою оценку с оценкой общественного мнения, ну, общественное мнение, скорее всего, жалостливое в данной ситуации. Ну, мы спросили учителей, у директоров, есть ли опасность социального протеста. Ну, вот, видите, те, кто считает свой труд оплаченным, те, как эта проблема в меньшей степени присутствует, ну, те, кто считает свой труд неоплаченным, там 37, 80-х процента говорят, они готовы протестовать. Ну, протестовали, по-крупному, один вопрос задали Медведеву, по-моему, по зарплате. Ну, как они будут протестовать с таким профсоюзом? Они будут, конечно, протестовать, потом, учителя, это распыленная категория, она не будет собираться вместе в кучу, но сам факт это просто критерий недовольства, критерий недовольства своим положением, и когда правительство реагирует сейчас на эту ситуацию, не потому, что они будут протестовать, не будут они протестовать, я сам работал учителем, знаю ситуацию, но просто есть недовольство, и это недовольство, оно сказывается на настроении при работе в школе, и мы получаем результат тогда работы неэффективной. Я хочу тогда еще показать типологии определенные, чтобы было понятно, что это за типы, вот это потом я покажу, но хотя здесь тоже можно, мнение директоров надо ли повышать заработную плату, ну видите, получается так, чтобы в среднем до 90% директоров это вот нижнее, светло-зеленое и вот это среднее-зеленое это все, ну серое выпадает только, а группа мне сейчас скажу, ну надо повышать в обязательном порядке, значит, что это за группы, ну делали такую типологию, группа директоров школ высказывает мнение о вероятности социального протеста учителей со стороны педагогов, по причине неудовлетворенности заработной платой, так, значит, это одна группа, где-то в этой группе 40% директоров ответили, что да, есть такая возможность, ну это видимо московская и так далее школа, где получили ситуацию, вторая группа, где от 40 до 60%, дали до 80%, и последняя группа, где до 100% директоров сказали, что потенциальная возможность такая есть. Ну и давайте тогда посмотрим, ну это мы можем вернуться к первой группе, вот можно смотреть вот эту светло-зеленую, чем выше доля директоров, которые считают, что потенциально социальный протест может быть, тем выше среди них доля утверждают, что надо повысить заработную плату до 52%, как второй директор. Мнение директоров также по этим же группам о повышении заработной платы от 25% до 45% надо повысить. Ну это не компенсирует потери от инфляции, но видимо успокоит. учителей, по крайней мере, вот этот тот дефицит, который им явно необходимо компенсировать. Ну и опять-таки тогда второй вопрос, опять директорам, а имеются ли в школе резервы для компенсации? Ну вот первая группа там имеются, по крайней мере 60% говорит, у них такие резервы есть. Опять-таки, я думаю, это столичная школа, потому что у меня там книги есть, и тогда я не стал дробить, что ваше внимание не занимать. А вот в остальных группах, где есть напряжение из-за вот этой проблемы с зарплатой, ну нету источника, вот смотри, до 90% нету, ни из чего повышать. но какие могут быть тем не менее источники? Ну вот посмотрите, какие источники основные. Ну вот клининговые услуги, сдача помещений в аренду немножко. Ну в общем нету собственного источников, таких, которые... это все фантазия. Это все фантазия. Нету источников. Вот еще расскажу. Ну раз нету источников, конечно, надежда еще на дополнительные на платные дополнительные занятия, то есть от населения. Ну есть ли у населения деньги? до этого. Вот получили данные по нелегальным потоку денег это бабушек и дедушек, личная бизнес, наркотики, алкоголь и так далее, те, которые за справками ходят, 60 миллиардов долларов в год. 60 миллиардов долларов в год. то, что самый высокий показатель разовых взяток это суды и прокуратура, 350 тысяч рублей разовой взятки. Чаще всего, конечно, это врачи, медицина и ГАИ. Даже детские сады это более одного миллиарда. Но мы только что закончили изучение частых детских садов, они признаются туда, мы берем вступительные. О чем тут говорить? Поэтому поморы населения так велики. И лично я считаю так, для того, чтобы мы могли иметь критерии, то есть критерием качества населения любого является то, какой уровень среднего, начального образования мы можем обеспечить. Так, когда-то было два класса, четыре класса, там, приказская, церковная, я помню, после войны было семь классов, три года там учительские институты, потом мы были десять классов, я еще заканчивал, десять классов, потом одиннадцать классов, вот уровень определенный. В самом начале мы говорили о том, что если мы произведем только землекопов, мы получим в общем все референтные группы и то же самое духовное устремление на уровне, ну, в крайнем случае работы землекопа, семьи, если она есть, и пивной. Поэтому, если мы считаем, что современное общество на старте должно иметь население, которое должно обладать знаниями на уровне, общими знаниями хотя бы средней школы, это не обязанность родителей. Родители сегодня есть, завтра не будут. Значит, эти дети вырастут и будут содержать общество, формировать общество и содержать это общество. Значит, они должны сформировать общество соответствующего качества. и тогда эту заботу, чтобы общество было соответствующего качества, будущее общество тоже должно взять на себя общество, которое называется, представитель общества, государство как представитель и власть как представитель общества, не родители. Родители налоги платят этого достаточно. Не справляются регионы, они обязаны платить. Я опять сошлюсь на пример этого Набидага. Вокруг войска и так далее старшее поколение учит молодое чтение. Вот точно так. Не надо палаты строить и так далее. Сначала школы надо построить, а потом уже будут там строить палаты и все остальное. Если старшее поколение не способно до этого не опуститься, а просто снизойти до этого с высот материальных потребностей, ну что тогда пенять потом на кого-то, что мы получаем вот эти эксцессы с автомобилями и так далее. Вот недавно были судебные процессы, да, и удивляются. что так молодежь себя-то ведет и тому подобное. есть ситуации еще похуже. А что это Китай вырвал все вперед, а мы все 30 лет строим капитализм, тащимся, тащимся, ни одного товара не можем вывести никуда. Все лицо нашей России нефти и газа. Да вот из-за этого конечно. Ну я специально заострил проблему, ну она может ее заострять не надо, если бы она не была острой, то эти проблемы мы не ставили, другое дело, что суть видите, не хотят признать свои ошибки, что сами создали ситуацию, а потом сейчас не находят деньги исправить положение среди учителей. Но специально чтобы была основа для дискуссии, раз уж собрались, как круглый стол и так далее. Хорошо, спасибо за внимание, я отвечу на вопросы, есть какие-то вопросы. Ферец. Илья Мандович, коллеги, вопросы? Да, только коллеги к микрофону, потому что нас слушают в регионах и представляться, прошу, Кушнир, Михаил, прозвучали цифры перегрузки учителей, я хотел чтобы вы уточнили, 30% перегрузки, они из чего складываются? Значит, есть источник, когда учителя берут нагрузку больше, чем ставка, и вы назвали дополнительные нагрузки, которые не относятся непосредственно к педагогическим. Так вот эти вот 30% это что именно? Это все вместе или это только какая-то часть? Сколько будет все вместе? Да, значит, собственно, по, как график переводил, по урокам получается 20%. Еще 10% нагрузки, которые входят в составы, оплачиваются. Ну, там они учителя называли, видимо, проверки тетради и так далее, которые учитываются как учебная работа. Здесь, в этих 130, ну, там, если быть точным, 129, да, в них нет вот этих мойки полов, там, значит, не знаю, обработки там земли, еще чего-то, огородов и там подобное, этого здесь нет. Это уже сверх того. Это именно все, что относится именно к учебной нагрузке. Еще вопросы, коллеги? Нет, да? Елена Боровлева, Московский городской педагогический университет. Я хотел бы поблагодарить, прежде всего, выступление прекрасное, задать вопрос. Привлекали вы к исследованию социальный институт семьи, который имеет неволоважное значение в учебном процессе, как субъект, да, родители являются учебными субъектами учебного процесса. И второе, что меня интересует, это был ли просчет, насколько снижается эффективность учебного процесса при такой социальной напряженности педагога. Спасибо. Ну, мне трудно ответить на эти вопросы по следующей причине. Что касается самого исследования, мы не можем привлекать, потому что мы не специализируемся. У нас, дано, скажем, за месяц закончить. Это типа маркетингового исследования. Мы должны за месяц закончить эту работу. И все. Ну, у нас есть письмо Министерство образования, и мы, соответственно, тогда идем в школу, и так, ну, не мы, а интерьеры. Там человек 500 привлекается, и они начинают работать. Это все профессионалы. Но мы сегодня изучаем это, а завтра может быть результат электоральное поведение, и еще что-то. То есть, мы не можем очень глубоко вникать в эти вопросы, потому что, говорю, что у нас порой более 40 исследований в год, и они бывают под спросом на помидоры. Ну, специфика, это лаборатория, как Геллоповские центры и все. Если бы не ситуация глубочайшего кризиса, то мы, может быть, вообще бы не занимались этим вопросом, потому что мы начинали в 90-х годах изучение рынка, и не собирались возвращаться ни в науку, никуда. Но рынок развалился, и выхода не было, мы возвратились в науку. Ну, вот мы, в виде маркетинга, занимаемся наукой. Мало кто это делает, но у нас выхода, другого нет. с этим связано, что мы не по дружбе всегда готовы контактировать, но по работе не контактируем ни с какими организациями, потому что мы завяжем связи, через неделю нам надо совсем другие исследования, опять с кем-то связи, и так далее. То есть не можем. Вот это первое. И, извиняюсь, второй вопрос, я забыл. Второй вопрос, был ли просчет в социологическом исследовании, насколько снижается потенциал умчающихся? Нет, у нас такой задачи не было, именно на сколько процентов снижается, мы только замерили сам факт, что есть физическое выставание после, начиная с какого часа загруженности, и психологическое. Может быть, на этих цифрах и можно делать глубинный анализ, сочетать и делать расчеты, но у нас нет. Если мы имеем месяц на все работы и через месяц закончили, мы больше не возвращаемся. Вот материалы висят там на сайте, можно брать, считать, публиковать и так далее. Мы это отдаем полностью. Можете оттуда брать материалы, публиковать, мы даже не среагируем. Так, еще вопрос, да, пожалуйста. Никита Смирнов, Академия повышения квалификации. Скажите, пожалуйста, вот это ваше представительное количество респондентов, 5000 человек, как были собраны эти данные? Это были анкеты, опросники, они были анонимные, персонифицированные, очно-заочные и так далее? Ну, блин, я сейчас скажу, что касается директоров, это два экспертных опроса, они шли, ну, ясно, что там персонально, что касается, это 500 школ, что касается учителей, ну, как бы была анкета, она должна быть анонимной, но она не была анонимной, по следующей причине, что нагрузку, все виды нагрузки, это вам не все, я вам больше сказал, то, что мы получили по анкете, у нас на самом деле есть детализованная нагрузка, ну, абсолютно по всему, кроме там сна, они в течение двух недель заполняли хронометраж, то есть писали для вид деятельности, которая непосредственно или косвенно относится к учебной работе, и там неплановые консультации и так далее, и писали, с такого-то времени по такое-то время, и потом мы вот все это время брали интервалы, считали уже на компьютер и так далее, и все это взвешивали, это две недели, потом мы их объединили, чтобы усреднить расхождение, и вот все это посчитали, но мы специально взяли апрель, потому что по нагруженности наиболее такой показательный, ну, явно работают, пошли бы уже праздники и так далее, было бы не столь, ну, из-за этого немножко получилось гиперболизировано, потому что там нагрузка действительно большая, но это не меняет того, что, значит, в таких моментах работа неэффективная, вот, поэтому учителя сами заполняли по, ну, до минуты вот свои нагрузки, прямо работают, тут же пишут этот дневник, ну, клонометраж такой, ну, потом уже все это на компьютере обрабатывали, за всеми следили интервьюеры профессиональные, которые много, два, более десятка лет работают в этой сфере. Спасибо. Так, еще вопрос, да. Спасибо большое за доклад, Франц Эдмундович, не могли бы вы сказать, были эти вопросы просто или нет, была ли какая-то расшифровка, с чем именно связана и психологическая усталость, и буквально физическая усталость, ну, просто более глубоко, что подразумевается, большое количество учеников, сложности предмета, вот та самая непрофильная деятельность, если не было, то и не было, просто любопытно. И второе, задавали ли учителям вопросы не только об их усталости, но и о усталости учеников к тому же самому пятому, шестому уроку, чтобы понять, насколько это действительно относится ко всем участникам образовательного процесса или только к педагогам? Ну, что касается первого вопроса, то такого прямого не было, но это можно рассчитать, мы просто не считали, у нас задачи такой не было, то есть, там есть нагрузка, ну, действительно, когда у них вместо, там, не знаю, 60 учащихся, они должны контактировать 160 и так далее, или там 3 класса оптимально, 8 классов в среднем проводят занятия, или там от 20 до 30 часов, понятно, это, значит, и сами учителя констатировали, когда у них происходит вот это уставание, примерно, в какой степени, там, градация есть, это здесь приводил, скажем, психологически, от простой стало себе до истерики и так далее, а вот, когда именно, это можно пересечь эти вопросы и глубоко проанализировать, но так как мы в этой области не специализируемся, и на этом исследовании как бы все и закончили, то мы не стали этого делать, этот вопрос можно решить, что касается учащихся, мы их не опрашивали, это как бы отдельные исследования, и можно, хотя мне учащихся не жалко, пусть учатся, но мы не спорним мнение педагогов, это бы надо отдельно, мнение педагогов о участии учеников собственного, освоении материала и так далее, потому что одно дело работать с учениками там на втором-третьем уроке, другое дело на пятом-шестом, вот именно их мнение о том, потому что меня это немножко именно и их, я бы сказала, отдачу в образовательном процессе. Ну, знаете, это надо было бы исследовать отдельно, я тогда уточню, чтобы было ясно, те задачи, которые у нас были, два исследования, которые мы получили, надо решить. Первое, первое, была проблема по нормированию труда, то есть была задача только изучить нормирование труда, я взял нормы и так далее, потому что год Минобор, потом Минтруд и профсоюзы год дискутировали, в чем вина, все они говорили, не соблюдают нормы, не соблюдают нормы, через год сказали, так давайте проверим, это, знаете, как вот этот рассказывает анекдот там в Сорбонне, два профессора спорят, есть у крота глаза или нет у крота глаз, он такой удорник говорит, ты послушай, что вы спорите, я сейчас крота принесу, посмотри, не, 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 тогда смысл всего спора теряется, вот тоже он тут, год целый спорили, потом решили, давайте мы все-таки проверим, когда мы изучили, оказалось, что проблема не в нормировании, а проблема в том, что под видом вот это повышение зарплаты взяли, увеличили нагрузку и нарушили все нормы, и отсюда и пошло, то есть не в нормировании не делали, 18 часов так видно, что ага, ну, среди 20 часов, нет проблем с усталостью, начинается уже потом, после нормы, вот это нормирование первого, а вторая задача почему-то возникла уже в декабре, даже в ноябре прошлого года, пришли, говорят, давайте изучите зарплату, я был поражен, есть статистика, есть данные, есть бухгалтер, элементарный бухгалтерский учет, как это нельзя знать, где, какие зарплаты и так далее, ну, нам сказали изучить, мы изучили, ну, вот мы изучили зарплату, сколько получают, почему недовольны, вот мало сказали получают, вот мы тоже сказали, мало получают, но что-то не прислушались, и мы на этом закончили задачи, да, спасибо, вот, хотя, я извиняюсь, хотя, ну, кроме учащихся, все остальное, там можно копать, обрабатывать, если вдруг кому-то нужны, мы можем отдать все массивы базовые и работать с ними на здоровье, но мы не консервируем ничего, а вот учащихся докажут, сделаем с удовольствием. Спасибо, Францислав Милович, так, спасибо за доклад, у меня небольшой вопрос, Артем Кулаков, институт образования, по хронометражу вопрос, вы отметили какие-то практики учителя, которые можно назвать стратегическими практиками саморазвития, то есть, например, он там читает книжку, и мы можем сказать, что это на него повлияет, или он уходит на курс повышения квалификации, или еще что-то, там был блок самообразования, потому что это мы тоже учли, даже курс повышения квалификации, это относится туда, к учебному процессу, и самообразование тоже, то есть, все это есть, я говорю, в хронометраже они писали все абсолютно, там им, мы взяли 24 специализации, основные, 24, и все учитывалось по каждой специализации, и пропорционально брал все выборки и так далее, чтобы это присутствует, и плюс они писали все абсолютно виды работ, которые считаются учебными, или относящимися непосредственно, вплоть до выезда с детьми, то, что предусмотрено нормативами, мы должны были все нормы учесть, поэтому мы все абсолютно учили, ну то, что какая-то инициатива сверх нормы, ну там были вот эти, как я говорил, выборы и так далее, другие, они это все писали, но это уже не относится к учебному процессу, а самообразование, конечно, все там есть, но вот тут есть целая толстая книга, на 300 с чем-то страниц, только по нормированию и зарплате, я сам удивился, что столько можно о таком маленьком вопросе говорить, но я не могу тут все абсолютно изложить, я извиняюсь, повторяю, хотите подробно, www.социопрогноз, книга вся висит, там и другие есть, и по отдыху, и там можно скатать себе, и там можете уже смотреть многие другие вопросы еще. Коллеги, еще вопросы, да, пожалуйста. Спасибо большое за интересное выступление, Андрей Захаров, Высшая школа экономики. У меня вопрос такой, скажите, пожалуйста, узнавали ли вы учителей, насколько добровольное было их включение вот в эти какие-то дополнительные нагрузки? Иными словами, это было через какие-то административные механизмы, или же это через там систему эффективного контракта, когда за участие в каких-то вещах они будут получать дополнительные бонусы и деньги? Ну, мы так напрямую не спрашивали, потому что тут нет уверенности получить достоверные данные. Все-таки, особенно в районных, малых городах, поселения МПГТ, это поселки городского типа, и селок, но все друг друга знают, и они начнут это все писать, у нас, тут, насильственно и так далее, а потом конфликты начнутся с директорами, то есть, есть какой-то аспект анонимности, и мы не можем его переступать, иначе достоверность данных теряется. Поэтому мы замерили факт вызова досрочно из отпуска, там, виды работ, которые, но это они сами писали, сегодня мыло полы, завтра, ты вчера там то-то делал, то-то-то-то-то-то, делал, они не знали, а для чего это нужно, ну, раз мыло, значит, они записали, что мыло, они не знали, что мы будем это накладывать на нормы, на обязанности, это уже наша специфика. И поэтому мы стараемся, чтобы они отвечали на вопросы, максимально нейтральные, там, где уже что-то может вызвать напряжение, конечно, в следующий раз они просто не будут отвечать. Так что, вот, у тех же директоров мы просто спросили, а надо мы отзывать из отпуска, не поручать эти, или не надо? Они говорят, ну, вот, когда не есть потребность, тогда надо, а не надо, когда не есть, не есть потребность, есть закон, значит, есть закон. Поэтому, эти моменты мы вот так немного обтекаем, но результаты не вытекают на прямую. Так что, в данном случае, учителей мы, ну, настолько подробно не спрашивали, с таким оттенком, или направленностью, не спрашивали. Спасибо, еще вопрос. Ну, не ответят они тогда. Нет вопросов больше. Почему? А, есть. Здравствуйте, Зайкин Виктор, магистр института образования. У меня, скорее, эмоциональный вопрос. Судя по вашим данным, я увидел, что у преподавателя идет тенденция к росту напряженности и недовольства. Как вы думаете, при сохранении текущей тенденции преподаватели могут стать, действительно, протестной группой? То есть, группой, которая склонна, скорее, выражать свое недовольство различными способами, которые свойственны для организованных групп. Спасибо. Ну, я вам скажу так, максимум, ну, это и директора тоже отвечали, да, мы тоже, знаем, посмотрели, но, даже, когда мы простых респондентам спрашиваем, то от намерения до реального поступка, ну, расстояние огромное, он, сказать-то легко, а потом действовать, максимум, что могут делать педагоги, ну, как правило, это где-то в 70 или больше директорам так ответить, это писать письма. Вот письма они напишут, и в газету там еще куда-то напишут. Вот в советский период это была основная практика, тогда было хорошо, письма напишешь, тут же реакция, или телевидение, или кого-то, ну, сейчас реакции нет, то письма пишут. А самая негативная форма, которая могла бы быть, это саботаж, ну, практически саботаж. Ну, итальянская забастовка, типа забастовки. Да. Ну, итальянская забастовка, когда мы все делаем по инструкции, но так работать невозможно, и все просто воют, когда мы работаем по нормативу. или так, или если профсоюзы, тогда они могут выйти на забастовку, так как профсоюзы номинально, то, конечно, они на забастовку не выйдут. Понятно, спасибо большое. Коллеги, все, да? А теперь, кто из вас первые коллеги? Ну, определяйтесь, Марина Александровна. Марина Александровна у нас написана. Хорошо, давайте я начну. Уважаемые коллеги, я хотела бы начать с того, что выражу благодарность Францию Дмонтовичу за очень интересный, очень яркий, очень насыщенный доклад. Я хочу сказать, что я глубоко разделяю его ценности, ваши ценности, очень уважаю вашу позицию, позволю себе остановиться как раз на тех пунктах, в которых возможно развитие некоторой дискуссии. Я отнесусь к вашей позиции по поводу учебного процесса педагогика или отчитка, так, да, строится. Это альтернатива. Ну, мне кажется, что это довольно произвольное предположение, что при сокращении количества часов увеличивается качество, исчезает отчитка и появляется педагогика. И наоборот, при увеличении количества часов педагогика уходит и появляется отчитка. Мне кажется, что по даже нашим наблюдениям качество работы педагога не определяется его нагрузкой, определяется его квалификацией, его профессиональными умениями. И вне зависимости от того, как мало он будет работать, он может заниматься именно отчиткой. То есть это вопрос другой, в этом смысле внимания, тогда надо обращать несколько на иное. И с этим связан и следующий момент, следующая фиксация, это нагрузка и перегрузка. Вот по международным исследованиям мы знаем, что 24 часа – это, ну, так сказать, некая средняя ситуация, и нормальные 24 часа преподавания не выходят за рамки того, что происходит в других странах. и сами 24 часа, возможно, не нужно рассматривать как перегрузку. Я бы даже сказала, что и усталость на пятом-шестом уроке – это тоже явление нормальное. Наверное, в течение второй половины рабочего дня нормально чувствует усталость любой работник на любом рабочем месте. Странно, если бы этого не было. Но степень этой усталости, качество этой усталости будет очень сильно зависеть от того, насколько оснащен был педагог во время этих часов. И в этом смысле не просто наличие материально-технических условий, не наличие инструментов, таких как смарт-доска, определяет тяжесть этого труда, и, конечно, не только время, а оснащенность педагога педагога педагогическими умениями. Вот от этого очень сильно, мне кажется, будет зависеть степень и качество его усталости. Просто в качестве альтернативы можно привести пример того же Сингапура или Шанхая, где нагрузка очень велика, где и учителя, и дети пребывают в школе законным образом до 3-4 часов, и они справляются психологически и физически и справляются с этой нагрузкой, потому что качество этого времени достаточно высокое за счет методической подготовки, за счет очень высокой организации рабочего дня, вы говорили об этом в своей работе, и за счет того, что педагогическое умение и квалификация рассматривается как обязательное условие того, что педагог будет справляться со сложностями, поэтому в течение рабочей недели на это выделяется особенное время, и это оплачивается. Вот, и в этом смысле мы опять тогда несколько смещаем акцент с вопроса денег нет, на вопрос, что можно изменить в качестве этой школьной ситуации. И я, конечно, не могу не согласиться с тем, что действительно педагог делает много всего за рамками своих преподавательских часов, и единственное, с чем можно здесь было бы спорить, с тем, что это некое внешнее давление, принуждение, ну и тем более некие феодальные такие правила директора, потому что, ну все за исключением работы на участке, я могу предположить, что может быть это следствие субботников каких-то, да, они не являются, опять же, произволом директора, но все, что связано с дополнительной работой с детьми, с консультациями, даже с работой с родителями, это, как правило, действительно часть нормальной педагогической деятельности учителя, и очень часто его собственная инициатива. Вот наша эмпирика показывает, что действительно это часто и это нормально, если это педагогическая инициатива, потому что без этого педагог не справится с теми детьми и с теми учебными задачами, которые перед ним поставлены. А вот то, что это часто рассматривается как необязательная занятость для оплаты, с этим, конечно, нельзя не согласиться, да, директора очень часто говорят, что вот они молодцы, они сами приходят в 8 утра и занимаются с детьми дополнительно. Вот, и относительно того, что, конечно, было бы очень интересно исследовать некий комплекс условий работы, в которые войдет климат, войдут взаимодействия в коллективе, войдет отношение с администрацией, мне кажется, это было бы очень важно, интересно такие исследования проводить, и чуть-чуть отвечая на реплику, может быть, Ирина Всеволодна в свое время было проведено такое пилотное валиологическое исследование в московских школах, которое обнаружило, что устают, то есть находятся в худшем функциональном состоянии дети не в тех школах, где они пребывают долго, а в тех школах, где им либо неинтересно учиться, либо они учатся неорганизованно, а вот там, где рабочий день большой, но идет смена деятельности организации, дети вовлечены, они оказываются в существенно лучшем функциональном состоянии, то же самое можно говорить и о педагогах. Это никоим образом не снимает вопроса о недостаточной заработной плате, потому что по нашим исследованиям мы тоже знаем, что 54% учителей говорит о том, что растет непреподавательская нагрузка, 60% что растет отчетность, 40% что растет наполняемость классов, и 38% говорят, что зарплата при этом сокращается. Спасибо. Спасибо. Я просто напомню, что это было исследование по школам полного дня, когда смотрели, что происходит в школах полного дня, когда Москва начала этот эксперимент, и выяснилось, что две соседние школы полного дня могут реализовывать совершенно разные модели, стратегии, и в одних школах ужас-ужас, а в других школах замечательно. Просто на самом деле были такие работы. Павел Владимирович, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за возможность выступить на этом семинаре. Я с большим интересом послушал ваш доклад, и у меня возник ряд комментариев, которые связаны со связью занятости и зарплаты учителей со стороны рынка труда. То есть, у нас существует экономический механизм, который должен, по идее, регулировать вот эти вот вопросы и соотношения занятости учителей, нагрузки учителей и вопросы оплаты труда учителей. Как известно, российский рынок труда, и я здесь могу сослаться на ряд исследований Капелюшникова, Генпельсона и других авторов, он характеризуется тем, что наш рынок труда реагирует не таким же образом, как рынок труда в других странах, на разные шоки, да, и вот один из шоков, я дальше прокомментирую, тоже вот то, о чем вы говорили. Соответственно, в большинстве стран эти шоки сглаживаются за счет того, что у нас на рынке существует много экономических агентов, это, собственно говоря, учителя, это директора школ, которые нанимают учителей, и вот в этих условиях конкуренции, да, за более эффективное рабочее место, которое характеризуется высоким оплатой труда, собственно говоря, и происходит вот это вот регулирование занятости, да. У нас рынок отвечает немножко по-другому, вместо того, чтобы регулировать вопросы занятости и нагрузки учителей и оплаты труда, в общем-то, в основном бюджетный сектор и система образования как его часть, система общего образования, она не может отреагировать гибкими изменениями в занятости и, собственно говоря, занятость сохраняется, да, при любых внешних шоках. Вот вы продемонстрировали и вы показали действительно, спасибо большое, те условия, макроэкономические снижения количества учеников и неувеличение количества учителей, да, которое привело к таким последствиям. Если бы рынок труда был бы более гибким, да, у нас школы бы предъявили больше спрос на учителей и нам не потребовалось бы административного механизма для того, чтобы эти учителя пришли в школу, да, а сейчас же нам приходится по любому поводу, в общем-то, принимать такие административные решения и, к сожалению, вся эта система, она бюрократическая, иерархизированная, она запаздывает, да, по отношению к тем внешним экономическим вызовам, которые у нас происходят постоянно. Собственно говоря, вот для того, чтобы регулировать опять же вот эти взаимоотношения, занятости и оплату труда, у нас существуют контракты учителей, да, и как сейчас это принято называть эффективный контракт, то есть индивидуальные договоренности, я хотел бы подчеркнуть, что вот для меня сейчас самым важным является характеристика эффективного контракта, из всех характеристик, которые там есть, которые заключаются в том, что он носит индивидуальный характер, то есть, по идее, да, было заложено и, в общем-то, прописано во всех документах, в том числе юридических, что у нас учителя, они индивидуально договариваются с директором школы о той нагрузке, собственно говоря, которую они могут выполнять, да, если кто-то устает после четвертого урока, то, может быть, и не нужно больше, да, заниматься педагогическим трудом, кому-то, может быть, для кого-то нужны другие виды занятости и надо разбавить эту педагогическую нагрузку для таких учителей какими-то другими занятиями, а те, кто могут работать полторы-две ставки, да, почему бы и нет, если их здоровье, их работоспособность позволяет это сделать, они могут заключить индивидуальный договор с директором школы и, собственно говоря, проблем тогда не будет, с перегрузкой учителей, если бы у нас действовали вот эти вот индивидуальные договоры или эффективные контракты. к сожалению, вот у нас собственно говоря, вот как я уже сказал, во всем бюджетном секторе сам рынок труда таким образом устроен, что у нас нету самостоятельности вот этих экономических агентов принятия решений, и поэтому вот эта информация, да, от какого-то внешнего вызова, она не доходит и запаздывает, собственно говоря, я хотел бы также обратить внимание на то, что вот последняя Нобелевская премия по экономике была присуждена за теорию контрактов в 2016 году, то есть правил, собственно говоря, по которым экономические агенты могут договариваться друг с другом, но в нашей стране эта теория не может работать, потому что агенты экономические в виде учителей и директоров, они не имеют просто, таких возможностей для договоренности, потому что вот та необходимая инфраструктура институциональная для того, чтобы этот рынок труда существовал, она заключается в следующем, да, вот я себе несколько пунктов отметил, это не весь неисчерпывающий список, но это, на мой взгляд, обязательные элементы, которые здесь должны быть, могут быть и другие. Это нормативно-подушевое финансирование школ, то есть школы должны все время получать какой-то экономический стимул от того, что они эффективно работают. Второе условие это автономия школ, собственно говоря, то, о чем я уже говорил, школы сами принимают решения и участвуют вот в этом определении, да, собственно говоря, тех механизмов, за счет которых будут гаситься внешние шоки экономические. и третье, о чем, опять же, несколько раз сегодня уже шла речь, давление профсоюзов должно быть, которого, опять же, мы не наблюдаем в нашей системе образования, да. Что я хотел бы сказать? У меня здесь Куприяновой. Ну, возможно, возможно, мы еще жаль, что нету профсоюзов, чтобы они смогли нам ответить, но, тем не менее, вот много работ по экономике труда показывает, что у нас профсоюзы крайне слабы по сравнению с американскими. И в конце мне хотелось бы сказать о том, что мы видим, что при той нагрузке, огромной, которую испытывают учителя, в целом они оценивают свое положение, которое, вопрос так и задается о том, насколько учителя драматично оценивают свою загруженность, да, и в ответ мы получаем среднюю оценку в 4 балла из 5 возможных. То есть, для учителей это не особенная проблема, в нашей системе образования, и, видимо, здесь ответ лежит в том, что заработная плата и нагрузка это не самые главные, параметры, по которым учителя оценивают свое положение, видимо, нужно искать ответы в академическом контракте, вот то, о чем вы сказали, каким образом учителя, и о том, о чем говорила Марина Александровна, Пинская, почему учителя, которые получают удовольствие от своей работы, они не испытывают эффектов негативных от повышения нагрузки, и, собственно говоря, видно, что потенциал учителей, да, в нашей системе образования еще огромен, и, возможно, это поможет справиться с какими-то сложностями, а не экономические механизмы, которые, по идее, в развитых странах для этого существуют. Спасибо за внимание. Понятно. Будем надеяться на энтузиазм. Не первый год мы это делаем. Так, коллеги, кто хотел бы выступить? Так. Нет, нет желающих. Ну, будешь говорить. Ну, тогда у нас слово руководители. Семинар, а потом, конечно, Францу Эдмундовичу в конце, как обычно, мы представляем. Но я тоже хотела присоединиться к выражению благодарности за это исследование с учетом, вообще говоря, очень важного вопроса, который был рассмотрен. Дело здесь не в тех или других фактах, но мне кажется, что довольно четкими методами было отслежено представление педагогов о своей загруженности, об усталости, об отношении к тому, что происходит. С учетом, безусловно, их субъективного отношения, хронометраж, конечно, замечательно, но все остальные вопросы, это вопросы их мнения о себе, их самооценки, и это очень важная и ценная информация. Мы можем сколько угодно ссылаться на административные документы и говорить, что приказ 16.01 у нас так или иначе от 22 декабря 2014 года довольно четко нормируют разные виды деятельности, достаточно аккуратно перечисляя все, что относится к ненормируемой части, и так или иначе педагоги у нас относятся все-таки к творческим профессиям, только с частью нормируемой через учебную нагрузку, и со второй части из 36 часов сокращенного рабочего времени, конечно, с ненормируемым трудом, который заполняется теми или другими работами, и трудовой кодекс тоже однозначно как бы в этом смысле утверждает норму о том, что индивидуальный план работы годовой, причем каждого учителя является неотъемлемой основной частью его деятельности, и каждый руководитель обязан способствовать как раз формированию и утверждению таких вот индивидуальных планов деятельности, которые включают, конечно, все виды деятельности, как тут правильно было подчеркнутое самообразование. Мне показалось очень важным, что здесь рассматриваются вопросы отношения к разным видам деятельности педагогов, многие из которых относятся действительно к профильным, многие из которых действительно не относятся к профильным. И, казалось бы, сколько бы мы не писали документов и не говорили, а на практике происходит другое. И когда учителя имели возможность о 5 тысяч, даже если в ней были смещения, это очень серьезная выборка, они, конечно, показывают, что то, что реально происходит, и то, как к этому относятся педагоги, это совершенно не то же самое, что зафиксировано в тех или других документах, даже согласованных между Минтрудом и Миноборнауке. Мне казалось, что довольно большой интерес представляет и более глубокая дифференциация, и если Франц Идмундович действительно вот нас, я бы сказала, адресует к тем материалам, которые размещены на сайте, то соотношение, ну, в первую очередь, городских и сельских педагогов, тех, кто работает в небольших школах и тех, кто работает в крупных школах, там, где есть возможность действительно в разных учебных заведениях обеспечивать себе нагрузку, и там, где это сделать невозможно. Потому что, конечно, мы понимаем, что никакие 160, 200 даже учащихся, по тому или другому предмету в сельской школе не могут быть. У учителей у нас то и средний размер сельской школы 130 человек и больше не выходит, и доля малокомплектных школ, школ численностью менее 100 человек, очень высока в сельской местности. Поэтому, конечно, здесь разные, наверное, проблемы, может быть, даже разные и виды, как бы, и усталости, и формирования тех или других расписаний. Но, вот мы и с Виктором Александровичем здесь говорили, удивительно, что никакие новые тенденции в оплате труда, разделение на базовую часть и какие-то стимулирования качества, ответственность за достижения учащихся, вообще самочувствие учащихся в представлениях учителей, они вот пока не нашли своего, я бы сказала, отражения. Может быть, действительно, здесь некоторый был дефицит в самом вопроснике, эти вопросы, может быть, и не задавались, но, судя по ответам и тем результатам, которые были представлены, мне показалось, что, конечно, это некоторое такое явное упущение этого исследования с учетом того, что и как происходит, потому что переход на эффективный контракт, это все-таки вопросы не просто нормирования труда, это вопросы нового взаимоотношения и не только руководителей образовательных организаций в проведении кадровой политики в этом смысле своими работниками, но, безусловно, включение и обучающихся, и родителей в формировании ответственности за современный образовательный процесс, за достижения и за качества, которые есть. Мне показалось довольно интересными моменты, связанные с выявлением тех или других резервов, которые есть. Честно говоря, я благодарна за все данные, даже представить себе не могла, откуда могли бы, предполагать, первая группа 60% резервов для повышения зарплаты, да даже 10% в четвертой группе вызвали меня удивление, потому что, хорошо зная не просто формирование нормативов, но очень серьезное внимание к тому, чтобы деньги на заработную плату подошли именно как адресная субсидия на заработную плату, с очень жесткой отчетностью по достижению целевых показателей, хотя эти целевые показатели формировались как в среднем по субъекту Российской Федерации, однако очень многие субъекты Российской Федерации перешли к тому, чтобы это среднее было по каждому муниципалитету, а муниципалитет след за этим еще и выставил требование, чтобы это было чуть ли не по каждому учебному заведению, тем самым, подрывая возможности самих учебных заведений стремиться к увеличению доли стимулирующего фонда, поскольку в одинаковых размерах этот фонд распределяется и хорошо работающим школам, и школам, которые показывают пока слабые результаты. Но, тем не менее, вот вопросы о резервах мне показались довольно любопытными, поскольку это, опять-таки, не проверки, это мнение руководителей, насколько мы, которые получились в результате исследования. Поэтому еще раз хочу поблагодарить за исследование. Оно посвящено действительно черчайно острому вопросу. Оно сделано в таком очень обоснованном формальном, я бы сказала, жанре хронометража, совмещенного с опросом. Абсолютно согласна, что выбран идеальный месяц для опроса, апрель месяц, действительно, он не прожил ни праздниками, ни особенностями старта и начала учебного года, и в этом смысле он уже сопряжен с определенными результатами, которые, вообще говоря, достигаются к некоторому этапу завершения учебного года, потому что май – это уже месяц все-таки некоторого подведения итогов и даже сдачи итоговой аттестации. Поэтому в этом смысле это, безусловно, убедительный период, и объем выборки позволяет говорить о том, что получены результаты, не считаться с которыми несомненно невозможно. Конечно, мы обязательно должны принимать их во внимание. Неоднократно говорилось о том, что пока лучших практик по тому, чтобы перейти на эффективный контракт, снять социальное напряжение, связанное с очень высокой долей административной работы, которая меняет труд учителя, с тем, чтобы действительно внутри учительского труда, использовать абсолютно согласно с Мариной Александровной современные педагогические технологии, которые позволяют именно уйти от рутинности к творческому характеру этого труда совершенно с другими, я бы сказала, пиками и перегрузки, и усталости, которые здесь есть. И в этом смысле мне кажется, что дополнение тех исследований, которые ведет центр, и Марина Александровна в сопоставлении с международными исследованиями по Аталису, которые тоже здесь делаются, это несомненно очень серьезные и интересные выводы, и хотел бы поблагодарить Франции Дмитриевича. Спасибо. Спасибо. Меня тоже с большим интересом выслушал, очень интересно, мне кажется, ваша позиция очень понятная и прозрачная. Но у меня таких новых особенных нет, комментариев, я просто хочу подчеркнуть, что мне кажется, как бы один большой вопрос имплицитный, там сработали ли майские указы и вся эта вот история с повышением, или вот они не сработали и вообще все еще хуже стало. Тут, понимаете, это одно из таких совершенно неизмеряемых, мне кажется, то есть мы не знаем, что бы случилось, если бы этого не произошло, мы себе не представляем. и я как бы за этическую позицию давайте всем повысим зарплату, но с точки зрения, так сказать, экономической, ну, конечно, это скорее фантазия, чем... Ирина, вы помните, вы несколько дней назад посчитали с коллегами, что просто дофинансировать до нормативов нужно, сколько вы говорили, 500 миллиардов рублей. Как говорил Яценюк в украинской ради грожи в немая на это дело. Он говорит, что очень украинец. Да, да. Он говорит, что грожи в немая. Ну, то есть, понимаете, как бы вот есть позиция там социального этого, как по-английски называется social outage, что вы должны это сделать, вы должны найти ресурсы, мне кажется, те ресурсы, которые сами участники процесса указывают, они абсолютно неадекватны с точки зрения того, каких размеров кота вложения нужно для того, чтобы повысить учителям зарплату. Вот. У нас есть некоторые косвенные показательства, показания того, что отток все-таки учителей из профессии замедлился, что улучшился качество наборов педвузы, то есть, есть основания полагать, что это как-то сработало. Это, если вы говорите, что это сработало плохо, то по сравнению с чем? Какие другие можно было принять меры на уровне государственного, так сказать, регулирования? Можно было, может быть, поставить условие, вы должны поднять зарплату учителям по среднему по экономике, при этом не повышая их нагрузку, но тогда бы это скорее было невыполнимо. Если бы мы задали вопрос по-другому у учителей, что вы предпочли бы? Меньшую нагрузку, меньшую зарплату или большую нагрузку, большую зарплату? То я не знаю, как бы они ответили, потому что, ну понимаете, да, я устаю и вообще в апреле наступает в школе всегда пара кризиса, все бросаются друг на друга, как и в ВУЗе, впрочем. Как это называется? Вузное время. Да, американцы называют это cabin fever, ну то есть это, когда золотоискатели проведут в хижине все зимние месяцы, они начинают друг на друг бросаться и часто гибнут от этого. Вот это примерно тот же как бы феномен. Вот, и поэтому вот мне кажется, конечно, если всем людям задавать вопрос, то у нас вот надежность self-reporting у такого, особенно тот, который совершенно четко имеет какие-то социальные последствия, мне кажется, достаточно низкое, но это Марина Александровна указала. Я не видел ни одного опроса, в котором бы люди говорили, что да, я зарабатываю достаточно денег, и я в общем не устаю и хорошо себя чувствую на своей работе. Таких просто нет. Вот, поэтому если все-таки рассматривать здраво, какие меры могут быть предприняты, вот как бы дофинансирования зарплат не будет, ну или такого массивного, хотя бы потому, что никто не может доказать, что вливание денег в зарплату учительское повышает как-то качество учительского труда или образовательных результатов. Если вы помните, было целой серии исследований в 80-е годы, которые более или менее это показали, что нет прямой такой корреляции причинной какой-то связи между повышением зарплаты и образовательными результатами. Вот, поэтому, мне кажется, тут вот на этом уровне решений таких очевидных нет. Вот по поводу, я хотел бы все-таки, по поводу того, что Паша говорил по поводу рыночной регуляции, что она вообще теоретически возможна. мне кажется, все-таки рынок, за исключением крупных городов, где действительно у отдельного учителя с большим опытом, с большой квалификацией есть какая-то сила индивидуальная, переговорная, позиция сильная. В основной массе, конечно, этого не происходит, потому что рынок труда это локальный, люди более-менее привязаны к тому месту, где они живут, а у них такое вот, у вас мнение расходится, но мне кажется, сама идея эффективного контракта, она была в этом смысле более-менее порочной, потому что у учителей просто индивидуально нет такой сил. Профсоюзы у нас не могут укрепиться по политическим соображениям, потому что они по определению представляют собой оппозицию какую-то, но там, где они укреп... вот в тех странах, где они очень сильны, или в тех регионах, ну тоже не думайте, что это там какое-то гениальное решение, потому что я работал в Штатах, в которых очень сильны были в Сильске профсоюзе, фактически, они там вместе с пожарниками, с полицейскими руководят там местной, да, понимаете, и там ситуация, например, была такая, я работал в штате Огайя, я там работал со школой, значит, мы решили построить теплицу для детей, потому что школа была городская, очень бедная, ни одного там деревца не было, ну давайте построим теплицу. Мы нашли деньги, я там нашел несколько тысяч долларов, мы, значит, купили эту теплицу, кто будет строить? Учителя по контракту не могут, не имеют права, они готовы, они очень хотят, да, действительно, детям нужно помочь, вот мы сейчас построим теплицу, профсоюз говорит, нет, вы не имеете права выходить на работу за пределами, то есть, там, в субботу они нелегально вышли, чтобы никто из профсоюзных этих самых не знал, все-таки построил теплицу, ее все равно на следующий год снесли, но вот, понимаете, то есть, ни одна из этих вот, ни рыночная, ни профсоюзной точки зрения, когда коллективная переговорная позиция, они так хорошо не работают, и регулирование с точки зрения государства, там, трудовой нагрузки через ГЗОТ и так далее, как вы сами показали, не очень хорошо работает, потому что, вот в этой ситуации, совершенно правильно вы назвали, феодальной, такой полуфеодальной зависимости, просьба, она на самом деле граница между принудительностью и, ну, добровольно-принудительностью, знаменитое российское выражение, которое трудно переводится на другие языки мира, это все работает, но, я просто хочу сказать, что ни одна из вот этих абстрактных позиций не срабатывает, мне кажется, что, если мы все-таки рассматриваем какую-то систему мер, которые облегчат или сделают более совершенной работу учителя, то, к сожалению, там нет простого решения, они должны быть какие-то более-менее компромиссные между всеми тремя способами регулирования их труда. Спасибо. Спасибо. Иван, покажите, пожалуйста, книжки, которые Франц Эдмурдович принес, они будут у нас в библиотеке, поэтому все могут посмотреть. Это разные книги, которые разные книги. Они одного цвета, но обложки все-таки различаются. Да, и подлощение не разное. да, я думаю, что многие может быть интересным посмотреть эти книги. Важно, что, спасибо, спасибо, то, что база данных доступна для пользователя открыта, тоже очень важно, кто-то, кто работает по смежной проблематике, может посмотреть, использовать ее для каких-то вторичных исследований, хотя вопросов, я вот с Александром Михайловичем солидарен, я бы добавил просто еще, что в России очень неоднородная ситуация с теми зарплатами, у Павла Владимировича были исследования такие, показывающие, неоднородные, кстати, не всегда это связано с региональным валовым продуктом, в общем, там разные сюжеты, поэтому интересно было поставить более развернуто, где, как, стимулирующая надбавка, по поводу которой масса разговоров, я считаю, что она более пригодна для школы, если она по-честному делится, чем эффективный контракт, я соглашусь, что договорные способности не очень высокие, тоже смотреть надо, где и как, и мы видим, были работы, которые показывают, что где-то это эффективный механизм, стимулирующий надбавки, и на самом деле адекватное вознаграждение, а где-то это имитация эффекции к датам, поэтому хорошо было бы построить еще более развернутое, может быть, наши магистранты, которые здесь присутствуют, аспиранты, может быть, сделают какие-то работы, используя те материалы, которые нам любезно предоставил Франц Судмудович, поблагодарим докладчика. Ну, Франц Судмудович, вам. Я очень коротко, значит, что касается книг, мы этот кабинет их ставки, потому что мы через Чапуренко всегда не менее двух экземпляров библиотеки отдаем всех работ, то есть мы мы издаем эти книги и рассылаем бесплатно во все за свой счет, то есть карманные деньги, и также бесплатно во все университеты страны, чтобы они доказали Владивосток и так далее, потому что нет обычных книг, где-то может 150 вот так разослали, то что издали с 2000 всяким проблемам, ну, кроме того, что на сайте. Поэтому эти можете просто в кабинеты, если, я не знаю, у нас уже книги, наверное, не осталось, то с сайта можете списывать, первое. Второе, хоть без ссылок, можете брать с сайта материалы и использовать. У нас нет научного интереса, нас это не задевает, никто у нас не защищается и так далее по этим вопросам и по другим тоже. Что касается самого исследования, ну, они у нас все коммерческие, и мы ограничены техническим заданием. Что нам сказано сделать, мы это делаем. Если нам скажут, что сделать хорошие туфли, мы мне скажем, вот мы сделаем из хрусталя, вот будет отличный. Скажут, зачем нам из хрусталя, сделайте, просто из кожи, потому что они как, вот так и здесь. Вот что просили, мы то делаем. Материалы базовые получаются серьезно, конечно, их можно еще там идти, факторные анализы и так далее, но у нас просто на это нет времени. Повторяю, всегда готовы отдать и базовые материалы. Обрабатывайте, смотрите на здоровье. Мы свою задачу заканчиваем на исследовании, все, идет следующий, следующий конвейер, буквально. насчет исследований, я хочу сказать следующее, данные, это исследования выборочные, обычно выборочные исследования в первую очередь обозначают тенденцию, то, что я обострил ситуацию, это потому, что тема вроде скучная, и надо немножко подискутировать, поэтому я обострил, но на самом деле оно не совсем так, то есть мы обозначили тенденцию, а чтобы увидеть, действительно, дифференциация есть, там, по-моему, книги по силуи, и так далее, и так далее, она есть, это надо потом комиссии собраться, почему я злой, там, наверх, говорят, хорошо, мы, у нас нет директивных меморочей, мы не говорим, что делать, мы говорим, есть проблема, надо ее лечить, ну, я всегда говорю, что такое социолог, это социальный диагност, вот он поставил диагноз, главное, правильно поставить диагноз, потом принимайте решение, хотите лечите, хотите не лечите, мы говорим, надо бы лечить, куда и смотреть, где есть проблема, начинать разбираться, почему эта проблема есть конкретно, дать указания, там, внизу есть еще, бюрократы, пусть они занимаются этими вопросами, и так далее, но об этом только речь, поэтому, здесь скорее обозначены такие проблемы, их удобнее использовать обычно, ну, кроме директивных органов еще, там, аспирантам, студентам, при написании работ, диплом, какие там, что касается собственного образования, понимая ситуацию, мы сузили все на частный вопрос, в действительности проблема более серьезная, она связана не только с учителями, и, она связана в целом с системой образования, как с социальным институтом, то есть, что такое социальный институт, это форма распределительных отношений, отношений, и в этом смысле, конечно, даже если хотят иногда что-то сделать в образовании, невозможно, но элементарный пример, программы школы растянуты очень сильно, вот, но, когда-то 10 классов вполне квартал, а потом раз, после военный рост рождаемости, что делать дальше, если не ввести еще хотя бы один год, и плюс еще, может, и в армии, тогда, после выхода из школы, начнется давление на вузы, из вузов давление на социальной структуры, и мы 55 лет вынуждены будем всех отправить на пенсию, тоже невозможно, люди должны зарабатывать, дети растить и тому подобное, и тогда государство вынуждено использовать как резиновую систему образования, чтобы туда пикать, пикать, так, так, 5 лет мало, что делать, давайте придумаем еще магистратуру, получится 6 лет, задержим, а опять мало, так, давайте расширим еще аспирантуру, всех, по валу, давайте принимать, кому-то, кому-то, опять задержим, опять не дают на социальную структуру, потому что система образования призвана сдерживать конфликт между поколениями, мы никуда от этого не денемся, с одной стороны общество дает благо, вот мы вас готовим, готовим, и они себе, говоря, словами Маркса, или там, пролетариям, готовят себе же могильщиков, потому что это же поколение, которое свои налоги воспитывает, они же их и выдавят потом, начинается конкуренция, но это диалектика, такова логика развития, вот это основная ситуация, и в этой ситуации тогда вот есть и частные вопросы, школы и так далее теряются, почему я так болезненно отношусь, ну и сам был учителем, когда-то венгерской школе, у меня язык родной венгерский, я начинал вот венгерской школе, преподавал и так далее, и я вижу вот эту ситуацию, там дети, им охота дать побольше, и на этого надо, ну нужно время, но нужно время, и надо, чтобы, потому что смотрите, это мы говорим просто 4, там 6 уроков, так кроме того, что 4, 6 уроков, он еще пришел с головной болью, он ничего не может делать, он должен, он должен вести уроки, никто не спрашивает его в каком он состоянии, или в самочувствии, там очень много этого накладывается, и дети это ощущают, вот это проблема, то есть школа это не вуз, степень самостоятельности вуза это совсем другое, и к школе надо было бы отнестись иначе, и когда показывают на телеэкранах, как это так разваливают, как в районе нет денег, чтобы эту школу отстроить и тому подобное, там балки внутри держат потолок, чтобы на детей не свалилось, поразительно, так а чего же там кормят такую массу бюрократов, или что там они ну без образования, без чего, то есть выходит, чтобы, что как из Москвы управлять какой-то деревней, потому что в каком-то х районе не построили школу, это абсурд, то между Москвой и этим районом еще область, еще, 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 и тысячу людей, которые заняты распилом, но не работают, в этом вся основная проблема, мы находимся на первоначальной стадии накопления, ну рыночного накопления, все заняты распилом, а когда слишком много распилил, ну как Лужков, пошел, набрал, пошел, следующий, а работать-то кто будет? В итоге, ну даже первоначальное накопление капитала должно здесь происходить, в этом государстве, надо все выбрасывать за границу, это была, то есть проблема в действительности более серьезная, и когда мы пытаемся показать, что система вопросов в школе решаются, или вот эти проблемы проявляются на фоне идеальной ситуации, так проблема в том, что ситуация не идеальная. во Франции Дмонтович на этом ноте. Коллеги, следующий, спасибо. Коллеги, следующий семинар у нас будет посвящен инновациям, тема доклада инновационное образование, концептуальные практические вызовы, и выступает Кларин Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования, но заметьте, он еще председатель правления Ассоциации русскоязычных коучеров. Коучей, да, коллеги, вот приглашаю на следующий семинар про инновации. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok